По традиции в этот день во всем мире в сумерках зажигают свечи, вспоминая о тех детях, которые так и не вернулись домой. Но это не только день скорби, но и повод подумать о безопасности вашего ребенка. В школах уже прошли последние звонки, и ребята готовятся к самым долгим каникулам за весь учебный год. За стенами дома малышей может поджидать немало опасностей, а потому родителям лучше позаботиться об их безопасности заранее. Конечно, лучшее в данный момент, когда у нас есть технологии, это или купить ему смарт-часы, либо дать мобильный телефон с возможностью установить туда приложение, которое будет показывать местонахождение вашего ребенка. Есть две основные причины пропажи несовершеннолетних – детское любопытство и похищение. Для того, чтобы оградить ребенка от общения с незнакомыми людьми, придумали такой интересный способ, как кодовое слово. Его знают только члены семьи, и уходить с тем, кто это слово не сможет назвать, нельзя. Дяди, тети, соседи – они не входят в этот круг, и они должны в случае чего произнести это слово. То есть, если мама просит забрать, допустим, ребенка из школы, она скажет этому человеку слово. И это слово, если узнал кто-то посторонний, оно должно быть изменено. Если посторонний пытается увести ребенка, он не должен стесняться кричать и привлекать внимание, повторяя такие фразы «Я его не знаю, это чужой человек, меня крадут». Эти темы участники поисково-спасательного отряда подробно разбирают в школе детской безопасности. Если к назначенному времени ребенок не вернулся, нужно позвонить родственникам или друзьям, с которыми он должен быть. Может быть, если рядом живут родственники, то спросить, позвонить им, спросить, не приходил ли. Если все говорят, что ничего не знаем, ничего не видели, ничего не слышали, тогда лучше сразу бить тревогу, лучше обратиться в полицию и потом уже подать заявку нам. Потому что каждая минута, когда дело касается детей, она на самом деле на счету. Связаться с волонтерами можно по телефону горячей линии 8 831 28 38 200 или по мобильному 8 930 283 82 00. Анна Пилипецкая, Константин Островский, Евгений Зыбин, Служба новостей, Саров, 24.